Президент Казахстана Касымжу Мартукаев принял нового председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза, в том числе взаимодействия Казахстана с ЕЭК. Касымжу Мартукаев напомнил, что договор об учреждении ЕЭС, созданного по инициативе первого президента Казахстана Ельбасе Нурсултана Назарбаева, был подписан пять лет назад в столице нашей страны. Союз проделал очень большой путь в своем развитии. Конечно же, это непроторенный путь, поэтому бывают удачи и неудачи. Тем не менее, мы считаем, что Евразийский экономический союз оправдал свое предназначение. И, конечно же, в дальнейшем будет развиваться при том понимании, что все государства, участники этого союза, будут проявлять необходимую волю к этому, сказал глава государства. Поздравив Михаила Мясниковича со вступлением в должность, Касымжу Мартукаев выразил уверенность в том, что комиссия под его руководством внесет вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции. Уважаемый Михаил Владимирович, рад вас видеть в нашей столице. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить свои искренние, сердечные поздравления по поводу назначения на этот очень высокий пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. У нас нет никаких сомнений в том, что вы, используя свой богатый служебный опыт в качестве и руководителя правительства, и руководителя верхней палаты парламента, и даже президента Академии наук Белоруссии проявите все свои знания и компетенции с тем, чтобы обеспечить успех деятельности этого очень важного, если не сказать ключевого органа в Евразийском экономическом союзе. Наше отношение к союзу вы очень хорошо знаете. По сути дела, он создавался по инициативе нашего первого президента, лидера нации, Нашултана Абишевича Назарбаева. И сам договор о создании союза был подписан именно в этом городе в 2015 году. Время идет незаметно, пять лет, можно сказать, уже прошли. Ваше превосходительство, большое спасибо за возможность встретиться с вами, и я хочу поблагодарить вас за то высокое доверие, которое было оказано при рассмотрении 20 декабря 2019 года, при назначении главами государств меня на эту должность. Ваше письмо было оглашено на заседании Совета глав государства. Большое вам спасибо. Продолжение следует...